В России их производят много, 45 миллиардов штук в год, а каждый житель нашей страны по статистике ежегодно в среднем съедает по 280 штук. Всем знакомый и, казалось бы, простой продукт – куриное яйцо. Но все не так просто. Мы отправились на Ковровскую птицефабрику, чтобы увидеть процесс производства куриного яйца, и сейчас узнаем, как это делают. Сегодня мы расскажем. Так что же появилось раньше – курица или яйцо? Сколько яиц в год может снести одна курица? Почему желток в яйцах может быть разного цвета? И что на птицефабрике делает анаконда? Итак, что же появилось раньше – курица или яйцо? Ответ на этот вопрос уже давно известен. Причем он однозначный и доказанный с научной точки зрения. Яйцо появилось гораздо раньше курицы, ведь птицы являются потомками динозавров. Рептилии появились на свет также из яиц. Позже в процессе эволюции из яиц стали вылупляться и птицы. Самые первые яйца, известные науке, появились 300 миллионов лет назад. Их начали откладывать амниоты, которые выглядели как небольшие ящерицы. Самые первые яйца были не похожи на классические куриные. Они были мягкими и белыми. Откладывали их рептилии под землей. А вот яйца, похожие на куриные, появились позже, около 225 миллионов лет назад. Так что первая птица, максимально похожая на курицу, вылупилась из яйца, которое снесла не курица. И было это 90 миллионов лет назад. Таким образом, яйцо старше курицы минимум на 135 миллионов лет. На Ковровской птицефабрике тоже все начинается с яйца. Для вывода кур-несушек его отбирают у лучших представителей кросса-браун-ник. Так называется порода кур. От других она отличается продолжительностью жизни, высокими продуктивными качествами, прочностью яичной скорлупы. Эти птицы не предрасположены к опасным куриным заболеваниям и ценятся высокой производительностью. В год на предприятие поступает более 60 тысяч кур и петухов родительской формы. Цыплят завозят из Екатеринбурга с племенного птицеводческого завода Свердловский. Первые 100 дней их выращивают в цехах молодняка родительского стада. Там нет системы яйцезбора. То есть до 100 дней курица не несет цыпленок, молодняк. После 100 дней мы переводим в родительский цеха. То есть там куры сидят с петухами. Они там несут родительское яйцо, облаготворенное. Племенные яйца проходят дезинфекцию и отправляются в инкубационный цех. Сотрудники Ковровской птицефабрики называют это помещение просто – родильный дом. Внутри родильного дома есть специальные шкафы. В каждом более 14 тысяч яиц. Они хранятся в сетках при определенной температуре и влажности в 18 дней. За это время происходит процесс созревания эмбриона. Затем сотрудники родильного дома перемещают яйца в другое отделение – так называемые шкафы выводные. Там, говоря на языке специалистов, происходит наклев. Спустя 3-4 дня работники птицефабрики открывают шкафы и видят, что количество мелоты зашкаливает. После появления цыплят на свет их вакцинируют и сортируют. Отбирают цыплят по таким параметрам, как внешний вид, активность, адекватность реакции на окружающую действительность и аппетит. В год птицефабрика пополняется на 3 миллиона особей. Половина из них идет на продажу, другая половина отправляется в промышленный цех содержания. Большую часть жизни куры живут вот здесь. На Ковровской птицефабрике таких птичников 10. Внутри современное клеточное оборудование. Работают птичники полностью в автоматическом режиме, включая систему микроклимата. В каждом содержится 70 тысяч голов. За год одна такая птица сносит 328 яиц. А мы помним, что один россиянин в среднем съедает 280 штук. Получается, одна курица может обеспечивать яйцом одного человека весь год. Но качество продукции напрямую зависит от рациона курицы, говорят специалисты. Для правильного формирования взрослой курицы из цыпленка они используют натуральные корма, содержащие все необходимые витамины и минералы. Рацион ее должен быть сбалансирован очень четко, очень взвешенно. И он балансируется по больше трех десятков разных показателей. Обменная энергия, протеин, аминокислотный состав, витамины, микроэлементы, кальций, фосфор и так далее. По каждому кроссу птицы есть рекомендации, в которых обозначены все вот эти параметры. И есть специальная кормовая программа в компьютере, по которой делаются вот эти расчеты. Есть человек, который составляет рационы. Основа рациона составляет зерно. Где-то до 60% пшеницы в рационе. Куры породы кроссбраунник в еде неприхотливы и много корма не потребляют. В сутки одной курицы достаточно 120 граммов комбикорма. Однако, если умножить эту цифру на количество голов, то в день ковровская птицефабрика расходует 120 тонн. Питание для птицы производят на комбикормовом заводе, который находится во Владимире. Опытные технологи разработали 14 специальных фирменных рецептов для разных возрастных групп птицы промышленного и родительского стада. В состав кормов входят только натуральные продукты – пшеница, кукуруза, подсолнечное масло. Поля, на которых выращивается зерно для кормления кур-несушек, находятся на плодородных суздальских землях. Их обработка, посев, уход за урожаем и уборка осуществляются штатными квалифицированными агрономами. Помимо разнообразного рациона питания, богатого витаминами, курам-несушкам постоянно необходима свежая вода. Она поступает в цеха из Суздальского подземного источника. Пришло время нашего эксперимента. Он как раз связан с питанием кур и конечным продуктом, который они производят. А сейчас мы проведем эксперимент и сравним окраску желта яйца, выращенного по специальной программе кормовой, и яйца по обычной кормовой программе. Мы с вами видим, что цвет окраса желтка, интенсивность окраса желтка яйца, выращенного по специальной кормовой программе и по обычной, отличается. Яйцо, произведенное по специальной кормовой программе, имеет более интенсивный окрас желтка, что говорит о более высоком содержании в нем питательных веществ. Безусловно, оба яйца пригодны для потребления. Однако получается, что чем лучше и сбалансированнее рацион питания курицы, тем больше полезных веществ будет в самом яйце. Мы подобрали еще 10 любопытных фактов по теме. Вот они. Желток яйца – это одна большая клетка. Получается, желток страусиного яйца, вероятно, самая крупная клетка на Земле. Чтобы нести яйца, петух курицы не нужен. Правда, такие яйца неоплодотворенные, цыплята из них вылупиться не могут. На Ковровской птицефабрике куриный родильный дом может одновременно вместить 700 тысяч яиц. Скорлупа куриных яиц может быть не только белой и коричневой. Некоторые породы кур несут голубые, розовые и даже зеленые яйца. Чем курица старше, тем яйца крупнее. Чем яйцо свежее, тем труднее его чистить. Белки вареных яиц усваиваются организмом человека на 90%. Но усвояемость белков сырых яиц только 50%. В одном яйце содержится столько же полезных и питательных элементов, сколько в 40 граммах мяса или в 150 граммах молока. По медицинским нормам человек должен съедать 260-280 яиц в год. То, что сырые яйца полезнее приготовленных – миф. Также заблуждением считается суждение о том, что желток менее полезен, чем белок. На Ковровском предприятии есть собственная ветеринарная служба. Специалисты в ежедневном режиме наблюдают за состоянием несушек и подкармливают их витаминами в случае недомогания. Вручную яйца на Ковровской птицефабрике уже давно не собирают. Процесс автоматизирован. И внутри, и снаружи цехов установлена транспортная лента. Работники называют ее «анаконда». Причем их две. Длина каждой – 350 метров. Хвосты «анакон» заканчиваются на сортировочной станции. Именно сюда и попадают яйца из всех корпусов птицефабрики. Здесь находится яйцосортировальная машина. Производство Голландии. Производительность 125 тысяч яиц в час. Проходит взвешивание, проходит инспектор, где идет отбор яйца. Грязное яйцо, мятое яйцо какое-то, что-то попадается. И проходит также через трэш-детектор, где непосредственно уже распознаются микротрещины. Микротрещины, они тоже отбраковываются. Качеству яйца очень высокие требования сейчас предъявляются. Также яйцо сортируется по весу и категории. Кроме того, техника выполняет такие операции, как отбор яиц с насечкой и их упаковка. Автоматизация укладки снижает процент битых яиц. Со всей ответственностью подходят на ковровской птицефабрике и к вопросу упаковки. Для этого на предприятии используют боксы на 10 яиц из формованной бумажной массы. При изготовлении так называемой «яйцетары» используют различные виды макулатурного сырья. Газеты, картон. На каждый бренд у нас есть своя упаковка, на каждой категории своя упаковка. Изготовление этой упаковки экологически чистого не приносит загрязнение окружающей среде. Бумажная упаковка имеет хорошую гигроскопичность и воздухопроницаемость, что обуславливает непосредственно продукт, который находится в этой упаковке. Его хорошая транспортабельность и сохранность. Ковровская птицефабрика, Лакинская, завод по производству жидких яйцепродуктов и Владимирский комбикормовый завод входят в одно объединение. Называется оно «Владзернопродукт». Каждый день это холдинговое предприятие выпускает более 1 миллиона 300 тысяч яиц. Сейчас обе птицефабрики работают на полную мощность и производят в год почти полмиллиарда штук яйца. Это достаточно серьезное количество, и эти объемы позволяют обеспечить жителей не только Владимирской области, но и соседних регионов. Если брать по биологическим нормам потребления куриного яйца, то потребности жителей Владимирской области мы можем закрыть на 150%. Если все яйцо, которое производит компания «Владзернопродукт», сложить в одну линию, яйцо, произведенное за полтора года, сможет обогнуть весь экватор нашей планеты. Помимо Владимирской области, яйцо, произведенное Владзернопродуктом, поставляется еще в 20 субъектов. За несколько десятилетий компании было реализовано 32 инвестиционных проекта по реконструкции и модернизации животноводческих помещений. В этом году на Ковровской птицефабрике планируется расширение производственной линии. Это будет способствовать увеличению объемов производства яйца. Итак, сегодня мы узнали, что промышленное производство куриного яйца совсем не то же самое, что несушка во дворе. Это сложное и высокотехнологичное производство. Здоровье кур, их правильное питание и даже чистота воды – все это влияет на качество яиц. А еще, честно говоря, мы с удивлением узнали, как много яйца производят у нас во Владимирской области. Субтитры создавал DimaTorzok